Огненный шар в небе и звуки сирены. Скоро жители украинской столицы узнают, над Киевом падал метеорит. Итак, накануне вечером около 22 часов в небе над Киевом вспыхнуло зарево. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, жители столицы наблюдали падение спутника. Около 22.00 в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на землю космического спутника НАСА. Чтобы избежать жертв от падения на землю обломков, была объявлена воздушная тревога. ПВО не работало. Однако в НАСА опровергли эту информацию. Его представитель Роб Маргетто заявил, что спутник остается на орбите и не входил на поверхность Земли. Не было и над украинской столицей вражеской авиации. Об этом сообщил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Воздушное командование Украины объявило воздушную тревогу, чтобы как минимум выяснить причину. По предварительной информации, это мог быть метеор, добавил Юрий Игнат. Скорее всего, если не научным языком, как объясняется на этом сайте, высокоэнергетическое акустическое событие. Это, скорее всего, метеор, который входил в атмосферу. О том, что это скорее был метеорит, передает информационное агентство Альфа Центавра. Украинские ученые из главного центра спецконтроля при Космическом агентстве Украины считают, что вспышка возникла из-за входа космического тела в плотные слои атмосферы. Инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Яркую вспышку видели и в Беларуси. Что же известно о спутнике Рези, который действительно должен был войти в атмосферу Земли 19-20 апреля и который в момент яркой вспышки над Киевом все еще находился на орбите. Этот спутник изучал Солнце с 2002 года и до его вывода из эксплуатации в 2018 году. Траектория его падения далека от Украины, сообщают в НАСА, и большая часть его массы должна превратиться в пепел и пар во время падения.